Отлично. Всем здравствуйте. 19.03 на моем компьютере. Все главное здесь, и мы начинаем. Я очень рада вас всех приветствовать. Я по-прежнему Митинницкая Илья. По-прежнему директор-консультант пока. Надеюсь, что это временно и что будут улучшения и усиления. И сегодня у нас с вами тема, я не знаю, может быть, вы помните слова песни Философии Ротару в свое время. Я, ты, он, она, вместе, целая страна, вместе, дружная семья. И почему-то я недавно совершенно вспомнила слова этой песни. Может быть, это на сегодняшний день очень будет актуально. Надеюсь, что время, которое мы сегодня проведем с вами вместе, будет полезным. Итак. Организация. Почему я отталкиваюсь от этого слова? В нашей успешной жизни у меня есть люди, на которых я вообще-то ориентируюсь в своем продвижении, в своем развитии, не только в профессиональном, но и в личностном. И вот семейная пара Лена и Юра Черенко для меня в этом отношении, конечно, очень большие и важные учителя. Совсем недавно, я много лет называла нашу организацию структурой, сетями. И вот, ну, может быть, где-то год-то пару лет назад я услышала, как Юра с Леной называют свою организацию организацией. Тогда я, может быть, не придала большого значения, но это снова мне зрело. И почему-то сегодня мне захотелось оттолкнуться именно от него. Мудрые Лена и Юра называют свою организацию организацией. Теперь я свою организацию тоже называю организацией. Почему? Слово, ну, вот я, как обычно, полезла в словари. И слово, как видите, от французского орга, от нового латинского «сообщаю» и «устроенный вид», «устраиваю», «привожу в порядок». Я почему-то подумала, что это как раз тема сегодняшнего нашего пребывания, сегодняшней нашей жизни. Итак, что же я привожу в порядок? Направление первое «я и мое здоровье». Это, конечно же, сон, хороший, качественный сон, это, конечно же, физкультура, это, конечно же, освобождение, спорт, это качественное питание. Ну и, естественно, освобождение, вернее, даже не освобождение, а замена вредных привычек на полезные. Вот я слышала довольно часто, что люди говорят, хочу освободиться там или хочу избавиться от привычки вредной. Но этого не получится. Можно одно, в природе все так создано, что можно одно заменить другим, а просто так выкинуть ничего из нашего организма, нашей жизни невозможно. Эту пустоту сразу же по закону физики займет что-то другое. Только для того, чтобы не было хаоса, можно самим понять, какие полезные привычки мы хотим иметь. По поводу качественного питания, по поводу того, как поддерживать свой организм, я сегодня говорить не буду, потому что те, кто ходит на вебинары, знают, что лучше, чем это сделает Оля, совершенно невозможно сделать. Я хочу отдельно, пользуясь случаем, сказать огромное слово благодарности. Просто клоняюсь в пояс Ольге за то, что она делает такое великое дело, просвещает наш народ партнеров и гостей, рассказывает много полезных вещей, которые помогают и ориентироваться, и помогают от лично меня. Они очень сильно вдохновляют, заботятся о себе, о своем здоровье. Сегодня я хочу обратить внимание... Ну, я надеюсь, что у нас вторая часть будет, Соли встречи. Ваше внимание сегодня я хочу обратить на те возможности, которые сегодня дает компания. Для того, чтобы использовать... Ну, для того, чтобы вам улучшить качество своей жизни, качество своего питания, компания всегда идет нам навстречу, делает довольно много приятных и полезных вещей. Ну, в частности, ни для кого из вас... Я надеюсь, что ни для кого из вас не секрет, что сегодня в компании существует огромное количество промоушенов. Ну, в частности, промоушен 2 плюс 2, третий продукт ты покупаешь с 20% скидкой. Поставьте плюсики те, кто знает об этом промоушене и те, кто им, может быть, уже воспользовался. Те, кто дает эту информацию своим партнерам или просто знакомым. Те, кто... Я думаю, что белорусы всегда... Белорусы, они всегда пользуются и дают очень хорошие результаты. Тут мне очень нравится Смоленск, откликаются, да? Спасибо, Сафонова. Я обозначаю тех, кого знаю, люди из нашей организации. Мне очень радостно, что они пользуются этими возможностями компании. Если вам не слышно, наверное, нужно перезагрузиться. Всем остальным, я так понимаю, слышно хорошо, раз они реагируют. Так вот, сегодня есть для тех, кто пока еще не привык пользоваться продуктами МСП, которыми мы корнем наш организм. У нас есть продукты и огромное количество акций на базовую коллекцию Бремони и на коллекцию Милана. Вот здесь картиночка обозначена. Я не буду сейчас акцентировать внимание на тех позициях, которые там продвигаются. Вы можете зайти на сайт компании и посмотреть. Любой товар из определенного списка со скидкой, за скидкой 20% есть специально для Украины программа. Поэтому сегодня, как никогда, компания делает довольно хороший такой посыл. Она выпускает брошюры, скоро будут видеоролики, скоро будут видеофильмы, скоро будут различные статьи. Если вы сегодня уже зайдете в свою компанию, вы увидите довольно много вспомогательной литературы. И еще есть у нас, по-моему, в этом месяце, еще не закончилась акция, набор основ... Так, сейчас скажу, очищение организма как основа. Кто уже воспользовался этим продуктом, этим набором и уже его продвигает? Кто? Вот, мне кажется, тут рукой Маша. Ага, есть Люда Дергачевна. Люда у нас всегда впереди планеты всей. Да, Лена Пчелова, Инна Истофонова-Табаченкова. Ну, здорово. В свое время я помню, когда Юра Чиренко рассказывала о том, как работать. Вот так он поднимал с Леной свою организацию во время серьезного кризиса несколько лет назад. Они как раз вот работали с наборами в том числе. Мы тоже пробовали делать акции. То есть, когда человек приходит в бизнес, довольно часто спрашивают, а что брать, с чего начинать? Так вот, этот первый набор, конечно, очень хорошо помогает продвигать и бизнес, и получать результат. Я очень хочу обратить ваше внимание. Если вы еще не видели, какие есть возможности от компании, пожалуйста, зайдите на сайт, посмотрите. Я думаю, вы будете приятно удивлены и скорее пользуйтесь этой возможностью. Она в любой момент может закончиться. Еще одна возможность, которая нам дана в помощь сегодня, это аналитический тест. Я много лет работаю с продукцией компании, и я очень... Вот аналитический тест мой верный помощник, а я думаю, что я верный, преданный пользователь этого аналитического теста, потому что за все 15 лет работы с компанией я один или два раза приводила людей на Абирон, и я поняла, что значительно проще, выгоднее, экономили для сохранения своих денег и вложения их в продукт работать с аналитическим тестом. Это простой инструмент, который вы можете заполнить, человеку показать, и заполняя его каждые три месяца, можно показать динамику восстановления организма, когда человек пользуется нашим продуктом. Вот это вы видите в фотографии. Я очень люблю вставлять в вебинары, кто ходит часто на вебинары, слушает их, знает, что я в каждый вебинар вставляю всегда свежую фотографию, свежую информацию для того, чтобы показать, что мы работаем регулярно, стабильно, в одном ключе. Вот это организация в Смоленске, это организация лиза-монеджера Пчеловой Елены, если вы ее видите справа сверху на экране. Они проводят мероприятия, распечатывают аналитические тесты крупно. Кстати, взяли из последнего брошюр, который компания выпустила. Ну и, как видите, вот я вижу здесь новых людей. Все хорошо знают организацию Смоленскую, Лены Пчеловой. Я вижу здесь многие новые люди, несколько новых лиц, они работают с этим аналитическим тестом. Почему я обращаюсь к аналитическому тесту? Потому что я знаю, что всякого рода приборчики, всякие различные околосетевые инструменты, игрушки, они, конечно, дают очень хороший взрыв. Почему я об этом сегодня говорю? Я точно знаю, что во времена, когда становится сложно работать с людьми, как-то, знаете, население, те, кто еще не в компании Неспи, они обычно прижимают деньги. Ну, помните, наверное, россияне, наверное, хорошо помнят события в декабре, когда полез вверх доллар и когда люди начали невообразимо просто скупать все, что было в магазинах, видимо, сильно потратилось, сейчас деньги немножко прижимают. Вот в этот момент времени, конечно, очень большой соблазн что сделать? Начать работать с диагностикой, с компасом, с танитой. Так вот, если вы играете в игру «Стань чемпионом», то вы наверняка встречали там карточки, которые в точности повторяют картину из бизнеса. Первый месяц, может быть, два месяца у вас будет хороший рост, но когда люди найдятся продукта, когда они решат или не решат свои проблемы, они просто уходят. То есть очень сложно у таких людей выработать какую-то приверженность продукту. Я работаю всегда с аналитическим тестом, я даю людям каталог в руки и говорю, что никто лучше вас не знает о вашем организме, и никто больше вас не знает о вашем организме. Посмотрите, что на душу ляжет, обратите внимание. К докторам мы обращаемся только в том случае, когда есть какие-то серьезные заболевания, серьезные проблемы. У нас есть доктора в структуре, огромное им спасибо за то, что они помогают. Вот меня спрашивают, где взять, где нужно получить аналитический тест. Такой аналитический тест продавался, надо посмотреть, сейчас есть он в информационных наборах, в информационной литературе компании, но сейчас его можно просто скопировать. Появилась совершенно новая брошюра, и вот если Елена почему-то мне подскажет, как она называется, здесь напишет, то вы можете посмотреть в этой брошюре, на последней странице, скачать. Плюс аналитический тест у нас есть на сайте, вы можете его посмотреть, его можно даже там, вот, «Экология вашего организма» называется, книга, там есть этот аналитический тест, и еще он есть на сайте, причем вы можете в режиме, прям буквально, как это называется, онлайн, поработать с этим сайтом и посмотреть, прям там же запомнить, и вам компьютерная программа даст некоторые рекомендации, на какие продукты вам следует обратить внимание. Итак, в здоровом теле, здоровый дух. Мы взяли акции, акционные программы, мы взяли, начали заниматься своим здоровьем, мы начали помогать людям, которые вокруг нас, но совершенно однозначно важно внутреннее состояние. Мне бы хотелось, чтобы Володя сейчас, я не буду здесь ничего говорить, я бы хотелось, чтобы Володя включил сейчас мультик первый про барашка и кролиня. Перемены не дива, жизнь прихотлива, и норов судьбы суров. Вот рассказ о превратности к жизни, правдивый, в горах блеседых ледников. Жил барашек, чья шубка тонка и мягка, и бела, как мука, или как облака, он гордился собой, сознавался слегка. И пускался от радости в пляс. И бывало соседи сойдутся вокруг, Что за штук увлекутся пляжу, Смеются и весенним помнится лук. За штук увлекутся пляжу, Восторг увлекутся пляжу, А теперь за штук увлекутся пляжу, Восторг увлекутся пляжу, ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Повезло как раз в тот день В горы пустился великий кролень Герою страдальца утешит не лень Тормознул и барашка спросил Ты что, грустный пельмень? Ох, я был красив, я был редив Я танцевал под веселый мотив Но волну обгорнали меня, не спросив И бросил здесь, без стыда заголев Будто прошел тиф, а соседи тут же в крик Ну-ка, брысь! Я, мол, розов и жалоб, и лыс Лыс, лыс, и что же, что лыс? Вливать на мнение, крыс Ни к чему эти нюни, ищи позитив Хоть лыс, стрижен ты, главное, я жив Сегодня везет, завтра наоборот Но надо с надеждой смотреть вперед Ведь ты не калека, копыта крепки Остается поставить на место мозги О танцах былых нам, что говорить Но ты можешь взлететь легко, поспорить Ножку поднимешь повыше и вбок Танцевать готов ты танец прыг-скок Прыг, прыг и прыг-скок Прыг выше всех, скачи на легке И к небу тянись в каждом новом прыжке Ножку поднять, чуть выше и вбок Пришла весна, стрижен сезон И вновь лесуна погрузили в фулкон Для барашки опять был печален и то Но пошел ему впрок урок Вот он скок, скок, скок и поскок А жизнь не лед, падение и взлет Но пока есть кроление, надежда живет Ну, как вам мультик? Угу, вижу, тут уже реагирует Те, у кого не получилось послушать со звуком И посмотреть со звуком этот мультик Вы можете набрать «Кролинь и барашек» на ютубе И вам вылезет этот мультик, можете смотреть его с удовольствием огромным Я хочу сказать большое спасибо Егоровым, Наташе и Сереже, которые меня натолкнули на мысль посмотреть этот мультфильм Мне кажется, даже нужно его использовать на школах И не нужно людям говорить, не нужно мотивировать Нужно просто подтягивать тех, которые действительно сами хотят что-то изменить И ведут себя как и барашек, и как колень Ну, не теряют духа даже в самые трудные времена Спасибо вам за поддержку, и мы идем дальше Итак, организация Организация Я прочитала, я смотрела смысл этого слова в разных словарях Например, в Большой Советской энциклопедии Организация, одно из такований этого слова Звучит следующим образом Организация — это объединение людей Совместно реализующих программу Или цель И действующих на основе определенных процедур и правил И мне сразу в ум пришла семья Я, моя семья и наши семейные ценности Мы довольно много работаем в этом направлении с нашей организацией Начиная со своей собственной семьи Вот я хочу вам показать опять Левые фотографии Вот это буквально свеженькие Слева верхний и правый нижний угол Это калаш мечты Мы режем с ребятами Как видите, молодежь у нас здесь Это клуб молодежи, который ведет калаши Федянова А вот наискосок правый верхний и левый нижний Это клуб молодая семья Глеб с Алиной ведут тоже занятия Они тоже режут калаш Для чего? Для того, чтобы понять вообще Как я хочу жить сам Как организовать жизнь своей семьи Какие создать предпосылки успеха В этом, конечно, очень сильно калаш помогает Он помогает создать видение Итак, помимо того, что мы говорим о семье Создать видение своего бизнеса И себя в этом бизнесе помогает Нам игра в стане чемпиона Мы тоже это довольно часто Мы обязательно один раз в месяц играем в эту игру Но здесь вы видите, у нас уже не только молодежь Но и тяжелая артиллерия Новые дистрибьюторы, новые партнеры в Казани Росте Скажи, пожалуйста, ты на вебинаре? Если да, то напиши Пожалуйста, поставь плюсик Вот Я тебе обещала, что твоя фотография будет на вебинаре Вот она есть Мы играем в эту игру для чего? Она дает почувствовать деньги в руках Она дает возможность понять Что делать, как делать Что делать конкретно в НУСПИ И результат И насладиться результатом За какие-то 2-3 часа Очень хорошо видно вообще, как меняется настроение в команде Как меняется настроение в организации Как меняется настроение у конкретных людей Когда сначала все идет туго, медленно, трудно Казалось бы, столько усилий и нет денег Но азарт весь начинается тогда Когда люди начинают получать Свои IQ уже в тысячах Десятках тысяч Сотни, когда начинают покупать квартиры, автомобили Вот И особую радость вызывают те карточки Когда человек вытаскивает карточку И у него видно, что Вы заболели, заплатите там 50 IQ Если вы не пользовались продуктом Вы знаете, такое в глазах счастье А мы пользовались, а мы пользовались Вот, например, такие же глаза Я вижу у людей, которые давно в НУСПИ Давно пользуются продуктом Получают хорошие результаты Игру купить можно в Киеве Если у вас там есть знакомые или друзья Созвонитесь с ними, попросите Чтобы они вам ее выслали Но вот пока в Киеве Вот, или если будет какая-то оказа Может быть там кто-то зайдет На седьмом сервисном центре Седьмой склад Вот там эта игра точно есть Итак Дело-дело играючи Вот мы сделали коллаж Мы начали двигаться Вот эту тему играючи Я сама Игра называется Как стать чемпионом Сделала ее Володя Горбачев Буквально она заточена Под наш маркетинг план Под наш бизнес Карточки в этой игре Они буквально списаны С настоящих людей Когда я беру карточки в этой игре Я прям вижу Кто стоит за этой карточкой Кто работал в малышном киоске Кто был преподавателем в УЗИ Кто работал доктором Кто и так далее Так вот Ага Вот пишет Сережа Хмельевский Что дети любят начинать игру Беззаботным пенсионерам Или продавцам на рынке Не надо подсказывать Сережа Вы абсолютно правы Но подсказывать не нужно Мы оставим все карточки Знаете как выбирать Не по названию А мы выбираем карточки вслепую Кому что доставится Это тоже довольно интересный тест И я вам всем рекомендую Если вы не играли Отыграть в эту игру Как минимум раз 5 или 7 Играть в одиночку Играть в команде Получить удовольствие необыкновенное Если вам нужна будет подсказка Как в этой игре разобраться У нас есть видеоролики на ютубе В самой игре есть комментарии Те кто знает буквы Они наверное прочтут и разберутся И так Делать дело играючи Очень важно Очень важно Организовывать работу Вокруг Работу вокруг своей собственной жизни Я всегда учу своих партнеров Которые приходят ко мне в бизнес С самого начала делать именно эти Так вот Делать дело играючи Как это делает Катя И если мы пойдем с вами дальше То я хочу вернуть вас К бизнес-славарю И к слову организация Организация это способ построения И координация отдельных элементов системы Ну вот Катя сорвала Тут кучу аплодисментов Я думаю что это не только За то что она умеет красиво выступать Научилась красиво выступать А еще и за свою работу Так вот Наша задача была Скатерина показать Именно бизнес-организацию Своего процесса Фамилия выступавшей Федянова Запомните эту фамилию пожалуйста Федянова Екатерина Лидер ассистента Сказания Идем дальше Когда мы говорим с вами О том что Делать проще Делать все в одиночку Или делать все одному Или делать все в Канаде То наверное Сразу вспоминаются Наши мероприятия Это домашние кружки Это индивидуальные встречи Два плюс один Со спонсором Или со своим партнером И работающий с новичком С приглашенным гостем Домашние кружки Когда у вас одна треть Уже зюга Одна треть У вас начинающие Ассистенты Консультанты Партнеры компании И одна треть Присутствующих Это совершенно новый человек Которому вы даете информацию Это заказные презентации Бримани Которые тоже проводить Легче вдвоем Втроем Мы с Катей Вот она говорила Что мы подписали Огромное количество людей В свое время Мы как людей Выезжали на заказные презентации Подписывали людей Благодаря акции с карандашами Подписывали человек в день Это мероприятия Фестивали Семинары Международные конференции Все то Все те организации процесса И все те форматы В которых Знаете Не только работаете вы Один на один с человеком В которых Ваши команды Ваших единомышленников Вашего огромного сообщества Вашей семьи В конце концов Обеспеченные Ну вот в частности Мастер-класс из Оренбурга Когда Вика проводит Вместе со своими партнерами Здесь и новички Мастер-классы И сейчас она начала Со своим партнером Выезжать тоже в регион Один с другой Проводит мастер-классы Очень хорошо И дает хорошие результаты Является одной из Собирают купоны Побеждает в акциях Бремони Второе дыхание Вот эти фотографии Тоже свежие Хотя Садится вам наверняка Знакомые Это слева На фотографии Вижу Юту Смирнову Галю Блекарскую Остальных людей Не знают И новые люди Это работает Смоленск У них недавно Было тоже мероприятие Очень интересное Они проводят Один-два раза Вообще мероприятие В зале Приглашают новых людей И как видите Работа в команде Значительно облегчает Им Работу Смотрите Какие довольные Не скажу Что прям совсем счастливые Но по крайней мере Довольные Улыбающиеся лица На фотографиях Итак Еще одна Трактовка Из бизнес-словаря Слово Организация Форма Объединения Юридических И физических Лиц Для их совместной Коммерческой И общественной Деятельности Так вот Хочу обратить Ваше внимание Здесь ключевое слово Одно из ключевых слов Это совместные Конечно Катя вот уже Затронула эту тему Творчество Конечно Имеет место быть Будь здоров Я здоров Я поперкнула Спасибо, Альбин Конечно Творчество Имеет место быть Но при этом Вот как Катя говорила Творчество Должно прийти К вам уже На этапе Когда вы все можете Когда вы уже Работаете В режиме Автопилот Вот после этого Уже нужно Добавлять Элементы Творчества Но при этом Обязательно Нужно посоветоваться Со спонсорами Причем Со спонсорами Желательно Высоких рамков На которых Вы ориентируетесь Для того Чтобы понять Что ваше творчество Вписывается В ту систему Работы В которой работает Вся организация Высшестоящих спонсоров Так называемая Аплайн Творчество Да Направленность Ваших действий Должна быть Единая В одном направлении Нужно идти Итак Мы говорим С вами о том Что работать В команде Значительно легче Но в каждой команде Должен быть Обязательно Лидер Который возьмет На себя Ответственность В каждой команде Должна быть Определена Единая Командная цель Их может быть Несколько Но достигаем Мы их По очереди Цель каждого Достигается Через эту Общую цель И это Нужно Обязательно Обозначать С людьми Проговаривать Показывать Согласовывать И Состыковывать Пазл В картинке Согласовывать Не только цель Но и согласовывать Действия Потому что Если вы работаете В команде И один из членов Команды Гритвен В команде На 10% Остальное Будут делать Так Как считаю Нужным Этот человек Наверное Пока не понимает Потому что Он еще маленький Как правило В статусе Лидер Менеджер И директор Люди уже так Не делают Потому что Согласованность Действия Очень важна Для чего? За вами Идут люди Если вы Делаете Не то Что делает Ваш спонсор То Кого должен Повторять Ваш партнер Если Этот партнер Начнет Сочинять Свой Велосипед То За кем Идти Партнером В третьем Четвертом Пятом Пятом Поколении Сила Команды Именно В согласованности Не только Цели Но и действий И даже Если вам Эти действия Сегодня Кажутся Не очень Нужными Не очень Правильными Может быть Не очень Может быть Даже глупыми В какой-то Монент Времени Недостойными Вашего Интеллекта и стилей, и образа жизни, и образования, и образованности. Просто доверьтесь спонсору, и через время вы поймете, насколько правдой спонсор, который ведет вас по простым, проверенным путям, дорожкам. Потому что он будет вести вас в сторону результата. Не просто брониское какое-то хаотичное движение, а именно в сторону результата. Когда есть целенаправленность, появляется агрессия. Агрессия в смысле, не в смысле плохого настроения и злобы, а агрессия в смысле быстрого достижения цели. Команда — это, конечно же, взаимоотношения. Говорить по этому поводу можно очень многое, проводить отдельный вебинар. Но я хочу, чтобы вы сейчас посмотрели три совершенно замечательных культика. Волота включать. Гордон агентинский Гордон агентинский Гордон агентинский ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА It's smarter to travel in groups. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Спасибо, Володя. И мы идем дальше. Кто-нибудь узнал себя, своих партнеров? Узнал кто-нибудь? Я-то когда смотрела впервые эти мультики, я просто видела конкретных людей. Да, именно это команда и значит. Да, мы вместе сила, безусловно. Но при этом, когда мы работаем с вами, с людьми, мы должны понимать, что мы лицо компании, мы ее представители, потому что другого представительства, пока люди не дойдут до основного здания, они не видят. Они нас воспринимают как, даже иногда говорят, сотрудники. Мы не сотрудники, мы независимые партнеры, дистрибьюторы. Но при этом мы все на спине. И очень важно, на мой взгляд, чтобы это лицо было чистым, честным, с ясным взглядом и добрыми глазами. Потому что сегодня на рынке очень много... Это вообще важно по жизни, на мой взгляд? Со мной, наверное, согласятся, да? Но сегодня, когда на рынке очень много других компаний, которые предлагают и порой качественные продукты, хороший маркетинг-план, то есть довольно ярко поднимается конкуренция, мы должны предложить что-то большее, чем просто качественный продукт, хотя это, конечно, уникальность нашего предложения. Но тем не менее, если наши глаза не будут чистыми и добрыми, что может получиться? А получиться может следующее. Я сегодня специально обращаю на это внимание, потому что я увидела довольно ярко, и мне звонят люди из разных городов, и я сталкиваюсь с тем, что случаются переподписания. Причем переподписания не просто на бум, как это было раньше, а переподписания очень грамотные, очень правильные, соблюдение маркетинг-плана, чтобы ни компания, ни... ну как это сказать... ни другие партнеры не имели претензий. Конечно, я понимаю, когда люди подписывают новых партнеров, если у этих партнеров 10, 7, 8 лет назад закончилось действие соглашения, я могу понять, что человек нашел себе много спонсора и готов подписаться под него. Но также я знаю случаи, вот недавний казанский случай, когда люди начинают взаимодействовать с партнерами параллельных ветвей, потом начинают их привязывать к себе, а потом очень красиво, очень грамотно подписывают под своих детей, детей под своих детей. Это чисто в АВП и подписание, и, конечно, бывает... Знаете, я понимаю, что отпустить человека, работать с другим спонсором нужно, ему, наверное, так удобнее. Я не понимаю позицию того человека, который занимается этим переподписанием. Я знаю, что этим страдают куншерные склады по всей стране. Мне звонят люди, поэтому я вам предлагаю обратить свое внимание на новичков, обратить на их вхождение в бизнес, введите в бизнес их за руку, потому что нельзя отправить... Можно, конечно, взрослого человека отправить в сервисный центр одного. Он, безусловно, со своим контрактом придет туда. Но никто не гарантирует, что ему не скажут там, зачем вы будете работать, подписываться под того человека, который за 3-9 земель отсюда. Давайте мы подпишем вас под себя. Такие случаи бывают. Никто не гарантирует, что человека, который пришел в сервисный центр, новичок один, его не встретит, доброе в кавычках лицо на складе, выговорив ему то, что... свое отношение к его спонсору. Новичок не обязан все это выслушиваться, поэтому я вам предлагаю привезти человека в сервисный центр, познакомить его с сотрудником или сотрудниками, познакомить его с продуктами, познакомить его с литературой, которая там имеется, ввести человека, сама попадала под такую связку. Ну вот, я, знаете, всегда меня учили в свое время, что нужно говорить о вещах, которые из разных источников ты слышишь не менее пяти раз. Я слышала это не пять раз и не десять раз. И самое интересное, что эти случаи будут повторяться, потому что количество партнеров и по всему рынку становится больше. Если подписание произошло дистанционно, вы должны обратиться к своим спонсорам и разъяснить ситуацию, обратиться к представительству, разобраться в ситуации, потому что я пока не вижу здесь вот криминала, просто подписано дистанционно. Ну вот, так теряло своих людей, пока не было интернет-доставки. Так тоже было, поэтому я вам предлагаю людей знакомить с бизнесом, вести их за руку до тех пор, пока, не то, что делать за них все, а вести их за руку, детей, которые сначала учатся ходить. Вот вспомните эту аналогию, и вам сразу станет понятно, в какой момент человека нужно будет отпустить. У меня такая же была ситуация с Казахстаном. Ну вот, вы знаете, я вам хочу сказать, что есть компании НСП, и есть люди, которые в нее приходят. И пока они не прониклись духом компании, пока они не стали партнером. Потом, знаете, есть еще и работники сервисных центров, которые в сетевом бизнесе вообще не работают. Они просто пришли как предподниматься, обслуживать, как создали магазин и обслуживать дистрибьюторов хотят. Они тоже не всегда бывают правы, поэтому с нас, с вами работу постпродажного контроля никто не снимал. Ну вот мне, например, конечно, можно назвать это постпродажным контролем, но мне все-таки нравится больше словосочетание дальнейших взаимодействий, потому что мы не только контролируем, мы направляем, поддерживаем. Скажите, вам приходилось сегодня встречаться, сталкиваться с тем, что люди приходят в умение, особенно те, кто давно пользуется продуктом, приходят в умение от того, что подорожал продукт, что они могут позволить себе сегодня не 5-10 банок, а всего 1-2. Так вот, с такими людьми нужно сегодня быть просто рядом. Нужно показать им свой собственный настрой, потому что зима или ночь не бывает вечной. Обязательно придет свет, обязательно придет другая ситуация. Люди привыкнут, тем более, что мы уже повышение курса доллара проходили неоднократно. Все выживают, все возвращаются к продукту. В подорожении доллара есть очень хорошая, знаете, какая сторона, ваши чеки будут значительно выше. Поэтому я вам предлагаю все-таки обратить внимание на дальнейшие взаимодействия и профилактировать переподписание, потому что если вы не теряете связь со своим спонсором, вряд ли ему захочется переподписаться самому. Если вы взаимодействуете с новичком, вряд ли он вляпается в то, что обычно не вляпывается. Как проводить постпродажный контроль со знакомыми, которые взяли продукты, молча не говорят, что с ними, или почему они не едят тот продукт, который взяли. На эту тему мы очень много разговариваем на отдельных школах. Единственное, что я хочу сказать, что с людьми нужно поддерживать человеческие отношения прежде всего. Поэтому не постпродажный контроль, а дальнейшее взаимодействие. Я буквально сегодня разговаривала с Екатериной, это мой мастер-стилист, который меня стрижет, красит. Она купила продукт, потом взяла по предложению дополнительные 2-3 продукта. Так вот эти дополнительные она ест, а тот основной, на который, в общем-то, извините, рожение и запах, стоит у нее пока в стороне. Так вот, я в течение буквально месяца раза 2 или 3 ей позвонила, мы говорили о чем угодно, мы говорили о ее делах, мы говорили коротко, недолго, мы говорили о встрече. Сегодня мы пригласили ее, вот Катя, но, когда Катя пригласили ее на масленицу, она обрадовалась, скорее всего, пойдет. И вот я думаю, что там она кого-нибудь услышит, не меня, услышит кого-нибудь другого, кто докапывается до нее. Как я лажу с разными людьми, а я опираюсь на их ценности. Я, знаете, вот когда в ваших глазах будет интерес к человеку, а не к тому, сколько он сделает, какую закупку он сделает, вот тогда, когда человек почувствует, что интересен именно он, вот тогда у него появится к вам доверие, заслужить доверие нужно время, нужные определенные действия и самое главное, нужное желание. Поэтому я хочу, чтобы вы прямо сейчас задали себе вопрос. Что я могу сделать прямо сейчас, чтобы МСП стало интересно и привлекательно многим-многим людям вокруг меня? Что лично я могу сделать? Если вы не готовы ответить на этот вопрос сразу, запишите его, пожалуйста. Пусть этот вопрос не дает вам покоя сегодня всю ночь. Я не желаю вам сегодня спокойной ночи. Я желаю, чтобы ваша ночь сегодня была беспокойной, чтобы ваша, вот эта мысль вас все время будоражила, чтобы она не давала вам заснуть, и чтобы утром к вам пришло осознание, какое дело я могу сделать прямо сегодня. Что я могу изменить в себе, в своих действиях, в своем окружении, в своих целеустремлениях. Что я могу изменить в себе, чтобы стать более привлекательным, чтобы до меня обращали люди и чтобы им хотелось ко мне тянуться. Записали вопрос? Кто записал вопрос? Вот там, если мы с вами сможем повторить, пожалуйста, вопрос. Хорошо. Вот он записан. Что я могу сделать прямо сейчас, чтобы МСИ, компания, стала интересна и привлекательна многим, многим людям вокруг. Очень мне хотелось бы сегодня вставить в наш вебинар вопросы, которые все время задает Володя, но мы уже выскочили за отведенное время. Я хочу напомнить, что самая глава вера, которая будет вас вести, которая будет вам управлять, мы с вами все есть, и если вам не хватает энтузиазма, не хватает мотивации. Пожалуйста, не нужно закрываться дома, не нужно прятаться, не нужно акцентировать и фокусировать свое внимание на тех, кто плачет, ноет и гудит. У меня есть приятельность, как только она... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Кому-то нужно чуть-чуть погладить, поддержать, приподнять. Но помните, что для тех людей, которые к вам пришли, самая главная поддержка — это ваша вера в них, ваша вера, сила вашей веры. И я очень сильно рекомендую вам, вам, ваших новых партнеров на каких-то позитивных вещах. Привел человека на встречу? Здорово, похвалили. Смотрите добрый сайт. Мы проводим инфраструктуру, нет, мы не проводим вебинар для нашей сети. Что мы проводим? Мы проводим один раз в первый понедельник месяца громкие лидерские, когда собирается, например, сеть в Оренбурге, лидерский совет в Оренбурге, я с ними на связь выхожу в скайпе, потом я выхожу на связь с Тулой, потом со Смоленском, потом еще с Десеногорском, если они не успевают присоединиться к Смоленску, ну и так далее. Вебинаров нам достаточно на выводных и универных, потому что, ну вот я уже тут Катя подсказывала, и я думаю, что у кого еще учиться, если не у людей, которые являются и имеют доказательства, имеют сертификаты, имеют награду, первый чек в компании, у кого еще учиться, если не у них. Поэтому я считаю, что достаточно ходить на эти вебинары. Главное, что нужно не просто слушать эти вебинары, нужно делать действия, которым у нас эти вебинары, а в скайпе все вместе. Да, в скайп мы выходим, например, один, скажем, ставят компьютер, ставят в офисе, и там от пяти до пятнадцати лидеров. Вот. Я дома в скайпе. Вот. Иногда у меня есть по понедельникам еще занятия, вот я не проговорила сегодня, что довольно серьезный инструментом в нашей работе и в поддержке людей сегодня являются промоушены. Как работать в промоушенах, как достигать результата, какие возникают вопросы, трудности, дележка информации идет на встречах. Тоже я собираю каждый понедельник в шесть часов в скайпе желающих, и мы делимся наработками. Это позволяет вычинить тех людей, которые нацелены зарабатывать, выигрывать и зарабатывать эти промоушены, и дает возможность не распространяться, знаете, как вот говоришь, 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 говоришь в пустоту. А это конкретные люди, которые имеют конкретную задачу, и они конкретно общаются. Примерно так же, как Володя вот сейчас в Италии, по-моему, собирал людей, которые учатся работать, подписывать сети в интернете. Есть какие-то шикарные вопросы? Да, у нас очень много промоушенов. Наталья подчеркивает мне три, я не знаю, кто вы, откуда. Пожалуйста, вы можете написать мне на почту, Глеб, напиши, пожалуйста, почту, сейчас вы ее увидите, если пишите мне на почту, я с разрешения вашего директора, может быть, вам пришлю услуги промоушенов. Единственное, что я хочу сказать, вот, Лия1, собакамоу.ру. Единственное, что я хочу сказать, и обязательно, напишите, пожалуйста, кто ваш директор, чтобы я с ним связалась, потому что я не имею права внедряться в вашу сеть со своими рекомендациями, если ваш спонсор и все здесь отлайн работают в другом направлении. Может быть, у них есть другие промоушены, более эффективные. Мы работаем так, как работает Володя, с Олей, мы идем к промоушенам, они дают очень хорошую устремленность, хорошую направленность, нацеленность. Я посмотрела статистику по Инспай за прошлый год и увидела... А, Володя Горбачев, ну, тогда посмотрите промоушен Инспай, вы будете приятно удивлены теми возможностями, которые открывают. Просто разберитесь в нем. Я столкнулась с тем, что люди смотрят, читают промоушен, понимают, что они не могут его выполнить и даже не пишут заявление. На самом деле, когда человек рассматривает промоушен, я говорю, возьмите лист бумаги, начните его переписывать, рисуйте картинки, вписывайте в эти картинки кружочки конкретных людей, и тогда вы поймете, что стоит за условиями промоушена и что он абсолютно выполним. Конечно, я говорить могу бесконечно, но мне вот горло уже перекрывается, говорит, хватит. Ну и по времени, конечно, мы сегодня время занялись на 20 минут больше, чем планировалось. С вас обратная связь. Вот я вижу, что тот уже аплодирует, но этого недостаточно. Все, кто со мной работает, знают, что обратная связь – это всегда то, что вы взяли из наших усилий, наших стараний. Мне бы хотелось, чтобы вы сейчас прям буквально по одной строчке вы писали самое главное, что вы начнете делать прямо сегодня или завтра с утра. Ждем. Давайте читаем. Сейчас буду писать. Я не досталась? Наконец. Никто не хочет ничего писать. Работа с мамочками есть. Спасибо, Тамара. Сегодня день рождения. Пришел послушать. Будет видно реальное действие в отчетах. Ну, успеваю. Я успеваю. Появилась цель получить удостоверение по здоровью. Пишите просто. А, у вас есть статус лизера, поэтому вы можете написать заявление в компанию. Доллар снимут с чека и пришлют вам документы. Клею объявление, провожу встречу, анализирую действия. Ага, спасибо. Кто еще? Я вот вижу 97 человек. Ага, пойду в поле работать. В поле я знаю, кто это. Да, главное сейчас верить и не останавливаться. Спасибо, Глеб. Я знала всегда главную группу поддержки. Как избавиться от привычки и откладывать на потом. Братья и дети. По этому поводу есть очень такая притча, на мой взгляд, очень... Ну, мне она, в свою очередь, очень помогла. Идет... Идет... Пастор читает лекцию. Ведет службу. В первом ряду сидит человек. Вдруг он наклоняется, снимает ботинок, переодевает носок. Это вносит довольно большой сумбур в рядах в зале. Пастор останавливает свою лекцию, свою проповедь. Когда проповедь закончилась, пастор подходит к этому человеку и говорит, послушай, что случилось? Да я увидел, что у меня носок в одежде призналком. Неужели ты не мог дождаться конца проповеди? Нет. Когда я вижу, что у меня что-то не так, я исправляю это сразу же. Не надо откладывать на завтра. Именно сегодня, что вы сможете сделать, уже сегодня. Продолжу действовать, планировать себя, этим заняться. Планировать, заставить себя этим... Не надо заставлять. Сделайте это с легкостью и удовольствием. Запланируйте 8 главных дел, оттолкнитесь от этого. Или хотя бы запланируйте одно важное дело в неделю. Важное. Потом добавите второе, третье и так далее. Про моих гостей ты не увидела. Нет, не увидела, Альбина, что про твоих гостей. Работать в интернете. Кто еще? Как Володя говорит, считаю до 5, да? Раз. Сегодня день рождения, мамы. Два. Поздравляю вашу маму, Альбина, и поздравляем вас с тем, что вы сегодня на вебинаре. Да, это достижение. Определить важное дело. Опирайтесь на свои ценности. Как вы работаете в интернете, это к Володю Горбачеву, он каждый раз рассказывает. Гости периодически приходят... А, понятно, про каких гостей Альбина рассказывает. Не переставать рассказывать о компании. Ну, да, о компании, да. Только рассказывать нужно, наверное, о своем собственном восприятии и о результатах. Такой будет больше эффект. Домашние встречи, клубы. Обращаю ваше внимание, что домашние встречи должны проходить дома, не в офисе, дома. Раз. Ага. Катина. Часть вдохновляет на протяжении работы с молодежью. А, на продолжении работы с молодежью. Сейчас сетевой занят на молодежь. Совершенно согласна. И через каких-нибудь 15-20 лет у нас уже будут готовые партнеры, которые будут приверженцами компании. Работать в интернете. Борис. Будет. Раз. Два. Ага. А там цена... Ну, я говорила об этом на вебинаре. Вы знаете, на повышение реагируют наши люди точно так же, как реагируют мы. Если я их не боюсь... У меня тут встреча была, Рустам привел женщину. Она говорит, я готова у вас купить вот это. Сколько стоит? Я говорю, я не знаю. Она на меня смотрит и не понимает. Она из другой сетевой компании пришла. И она не понимает, как у меня нет понятия, сколько это стоит. Важна ценность продукта. И это надо показывать людям. И тогда они не будут задавать вам вопросы. Если дома нет возможности проводить домашний кружок. Ну, это ваш выбор. Возможность всегда есть. Проводить домашний кружок не только у себя, но и у других людей, ваших партнеров. МП, здоровье, документы надо заказать. Спасибо за дополнительную информацию. Пожалуйста, Альбина. И Сергей. Итак. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Спасибо огромное. Спасибо огромное.